Всем привет! С вами Наташа Берсик, и в этом видео я наконец-то приведу в порядок питомцев FailFix. Как вы знаете, бренд FailFix уже закрыт, кукол больше не выпускают, и мы с вами сегодня будем ностальгировать по этому бренду, потому что я знаю, многие его любят, и, наконец, питомцы воссоединятся со своими хозяйками в моей коллекции. Я взяла в ручки Preppy Posh, и для нее здесь питомец Preppy Paws, это вот этот щенок, и в переводе с английского Paws это лапки. Кошечка Cutie Kitty принадлежит Kawai Cutie, и ее имя переводится как Милая Кошечка. Еще в коллекции есть вот такая собачка Artie Papp, то есть художественный или творческий щенок, и он принадлежит кукле по имени Pretty Artie. Кстати, как думаете, что это за порода? Мне кажется, похоже на афганскую борзую, из-за прекрасной шевелюры и длинной шерсти. И до полной коллекции не хватает поняшки по имени Глама Пони, ее, к сожалению, не было в наличии, когда я закупалась, и она питомец Love's Glam. Как мы знаем, героини коллекции стали жертвами бьюти лайфхаков. Им, видимо, не хватило экспериментов над самими собой, и они стали экспериментировать над своими животными. По-моему, этой собаке досталось больше всего. Помимо экспериментов с шерстью, у нее на лице что-то вроде косметики. Художница Pretty Artie вошла в кураж. Собаку Pretty Artie нужно привести в порядок перед походом в галерею. Preppy Posh признается, что груминг это сложно, и нам нужно привести ее щеночка в порядок для похода в школу для щенков. Ну а Kawai Cutie просит помочь ей привести эту катастрофу, здесь игра слов со словом Cat, кошка, в нечто кавайное. Ну что, давайте раскроем всех питомцев и запечатлим их образ до преображения. Кстати, в отличие от кукол, у которых был элемент сюрприза с образом и макияжем, в данном случае такого нет, может попасться только один вид питомца. Такой смешной смайлик, котик в шоке от образа собрата. И из нижней коробочки достаем буклет и аксессуары. Питомцы сейчас находятся в очень смешном состоянии, я буквально смотрю на них и смеюсь. Посмотрите на эти солнышки или, не знаю, цветочки с пушистыми лепестками. Ну а собачка PrettyPup еще смешнее, ее грива как будто застыла по направлению ветра, здесь так много укладочного средства, что все хорошо сохраняет форму. Выражения недовольных мордашек тоже заслуживают внимания, и по-моему кошечка расстроилась больше остальных. Кошки ведь аккуратные, они всегда вылизываются, а тут с ней произошел такой кошмар. И в отличие от кошки, щенок PrettyPos выглядит даже довольным. Это кишкодливый щенок-непоседа. И, кстати, собака Artipup, по-моему, приняла все как есть, она уже смирилась, потому что ее выражение мордочки абсолютно спокойное. И я заметила, что у питомцев, как и у кукол, следящий взгляд. Мне очень нравится это в бренде FailFix. Ну а теперь делаем фотографию до преображения. Запомните их такими! Грумер Берсик приведет всех питомцев в порядок. В комплекте с каждым питомцем есть инструкция с изображением питомца на ее обложке, также гребешки и индивидуальные аксессуары. Причем у Artipup аксессуар сюда не поместился и был отдельно. Это шляпка. Ну и, конечно, в комплекте бабл-маски. Белая для кошки, голубая для собаки. И самое экстравагантное и странно выглядящее — это маска для большой собаки, потому что она продолговатая. В целом эти маски смотрятся пугающе, согласитесь. И, кстати, в пластик вмешаны мелкие блестки. Как оказалось, на главной обложке буклета изображены все питомцы. Не хватает поняшки, но, видимо, ее добавили позднее. Вот так выглядит инструкция, где изображены все этапы преображения питомца. Этапы такие же, как у преображения кукол. И вот такая красивая кошечка в итоге получается. В буклетах других питомцев такие же этапы. И отдельно я хочу подметить рисовку. Она очень-очень милая. Первым делом наносим на питомцев волшебную бабл-маску. Точнее, надеваем ее. И если у кукол эта маска закреплялась на их ушах, то в данном случае она закрепилась за шерсть. Кстати, обратите внимание, какие красивые у этого щенка фигурные ушки. Надеваем маску на Artie Pub. С трудом закрепила ее с одной стороны, но в итоге получилось. И вот так это смотрится. Очень-очень своеобразно. Для расчесывания питомцев нам предлагают использовать вот такой гребешок. С одной стороны более крупные зубчики, а с другой более мелкие и частые. Но, честно говоря, для расчесывания фейлфиксиков я обычно использую свою расческу Tangle Teaser. Я начала с кошечки, и уже сейчас вижу, что после расчесывания волосы станут мягче. Уйдет укладочное средство, но они не перестанут стоять вот таким образом. Поэтому, кажется, без воды здесь не обойтись. Шерсть теперь очень мягкая, блестящая, но она не лежит. Давайте снимем масочку, и потом я еще попытаюсь уложить эту шерстку. Вот она, красивая кошечка, с таким томным и довольным взглядом. У нее даже есть челочка. Выражение мордочки такое, как будто она улыбается. Вот так рядышком с ней выглядит ее недовольная мордочка. Ее, кстати, при желании можно вернуть на кошку. Сама кошечка розово-сиреневого цвета, при этом центр мордочки у нее выбелен. Черный носик в форме сердечка, красный участок в центре выпирающей мордочки, а также под глазами, и это похоже на румяна. Ее усики стали ровными и аккуратными, и еще под глазами есть милые маленькие точечки. Думаю, они обозначают хайлайтер. У глазок черный контур и черные стоячие реснички вверху. А еще, кажется, сиреневые тени. Но самое интересное, это глазки. Они фиолетовые, и в зрачках звездочки. Вы же помните, что у всех fail-fix в глазах есть секретные символы. Для того, чтобы уложить непослушную шерсть, мне пришлось почти полностью намочить эту кошечку. Прости, родная, я знаю, что кошки не любят воду. И после того, как я посушила феном, получилось очень даже симпатично. Волосики красиво лежат, они объемные, шелковистые, блестят. Сразу давайте дополним образ аксессуаром. Это ушки на ободке. Материал полупрозрачный пластик с блестками. Сбоку бантик, и из-за того, что там есть гребешок, этот ободок разделяет челочку кошки на несколько участков. Она в нем очень-очень милая. И, кстати, интересно посмотреть на прошивку этой кошечки. Под мордочкой у нее так называемая борода из шерсти, то есть прошита вот здесь. Далее мы видим тельце кошки. Как видите, у нее приподнята передняя лапка. Вот так выглядит ее тело. С обратной стороны прошит кудрявый густой хвост, и по линии спины тоже прошита шерстка. Тело, кстати, резиновое. Пузико гладкое. А еще у кошечки крутится голова. Ого! Она, оказывается, совершает полный оборот. С какой стороны ни посмотри, питомцы Fail Fix следят за нами. И вот так кошечка Кьюти Китти выглядит со своей хозяйкой Кавай Кьюти. Сразу видно, что цветовую гамму волос подбирали одинаковую, чтобы кукла хорошо сочеталась со своим питомцем. Еще у них похожий цвет глаз, и, кстати, у Кавай Кьюти в глазках тоже звездочки. Кавай Кьюти может позаимствовать у своей кошечки ободок с ушками, а она, в свою очередь, может позаимствовать у хозяйки ее милые заколки. Расчесываем щеночка, и на этот раз попробую именно гребешком. Гребешком все-таки сложнее вычесывать укладочное средство, чем вот такой расческой. Так получается значительно быстрее. Волосики стали мягче, но, как видите, они все еще торчком. Но давайте снимем маску и посмотрим на песика с довольным выражением мордочки. Хотя он и до этого был, в принципе, довольный. Но сейчас он даже открыл ротик и высунул язычок от удовольствия. Я вот так сравнила предыдущую мордочку и эту, и мне кажется, что предыдущая мне нравится больше. Но эту мордашку всегда можно вернуть питомцу при желании. У собачки Preppy Pose, не такой яркий макияж, как у кошечки. Выделяется только яркий черный контур глаз, реснички наверху и по одной ресничке внизу. Под глазами затемнение. Сам песик песочно-коричневого цвета, но при этом область глаз и мордочки более светлая. Носик коричневый и язычок кораллового цвета. Глазки песочно-желтого цвета, а символы в зрачках в данном случае довольно сложно рассмотреть, в отличие от кошки. Но там бантики, как и у хозяйки. Шерсть собаки я намочила, подержала под горячей водой и посушила феном. Вот как в итоге получилось. Шерсть сохранила объем, смотрится очень красиво. Собачка выглядит прям породистой, хорошенькой. Но, мне кажется, в образе шкодливого подсолнуха, какой она была до, ей тоже было очень хорошо. Пишите ваше мнение в комментариях. Интересно, кстати, посмотреть на ее прошивку. На голове волосы прошиты треугольником. Дальше они прошиты в несколько слоев. Затем идет пустой участок. И еще прошивочка идет в центре головы. И далее переходит уже в прошивку на спинке. И отдельно густо прошит хвостик. Он тоже представляет собой кудряшку, как и у кошки. Ну, а волосики вокруг головы прошиты прям по всему периметру. Вот такой Лёва получается. И для собачки Препепош подготовила вот такой голубой бантик. Я выделила на макушке прядку волос и закрепила на ней заколку. Выглядит очень мило. Голубой цвет контрастирует с образом самой собачки. И все вместе это будет классно сочетаться с хозяйкой. Потому что она обожает бантики, бантики в ее зрачках. И теперь бантик есть и на ее питомце. У питомца и куклы также совпадает цвет волос. Они в целом очень похожи друг на друга. И, кстати, у собачки тоже двигается голова. А еще ей подошли очки от ее хозяйки. Переходим к Арти Пап, и мне уже не терпится расчесать ее ветреную шевелюру. Кстати, заметила, что волосы у нее как будто слегка гофрированные. Интересно, после воздействия воды этот эффект не пропадет? А может, в данном случае это и не понадобится, потому что после расчесывания волосы довольно хорошо ложатся. Давайте снимем масочку и потом уже закончим с укладкой. Какая милаха! Ну, похорошела! Несмотря на то, что внешняя мордочка не была недовольной. Давайте посмотрим, что же изменилось. Это у нас до, а это после. Появились густые верхние ресницы и придали выразительности ее взгляду. Под глазами что-то похожее на яркий румянец, как будто собачка смущается. Есть также коричневое затемнение на носу. Сам нос темно-коричневый. Язычка не видно. И еще наверху на глазках есть коричневые тени. Глазки у куклы, можно сказать, черно-белые, как и у хозяйки. Символ в зрачке почти не заметен. Напоминаю, что это инструмент-заливка из фотошопа. Гриву я еще раз чесала, и, в принципе, я думаю, здесь можно обойтись без воды. И получилась очень густая красивая грива. Посмотрите, как много волос. Причем волосы внешне даже отличаются от волос, которыми прошито ее тело. Местами эти волосы гофрированные, в то время как волосики на теле абсолютно гладкие, шелковистые и блестящие. Кстати, у этой собачки прям можно посмотреть на прошивку. Она густая, и голова окрашена в голубой цвет. И также здесь меньше волос на самом теле собаки, и поэтому лучше видно прошивку тела. То есть волосы прошиты по линии спины, и отдельно прошит кудрявый хвостик. Ну и, как видите, волосики нежно-голубого цвета, при этом тело собаки серое. А еще внизу на лапках есть милые рельефы, как и у остальных питомцев. Ну и голова у нее тоже вращается. Дополняем образ шляпкой фиолетового цвета. Рельефами она имитирует соломенную шляпку, украшенную бантиком. И похожая шляпка у ее хозяйки, только большего размера. Вот так они смотрятся вместе с хозяйкой. Совпадает цвет волос, ну и вообще они похожи. Могут даже обменяться шляпами, но все-таки шляпы друг друга для них не подходят по размеру. И знаете что? Я в итоге не устояла и помыла гриву Artie Pub. Волосы, конечно, не стали идеально гладкими, но они лежат более послушно. И самое главное, теперь с передней стороны нет промежутка между волосами на теле и волосами на голове. Потому что в данном случае, насколько я поняла из этих рисунков, должна быть имитация полностью покрытой шерстью собаки. Видите, у нее здесь даже как будто и лапы покрыты шерстью. Кстати, вот так собака выглядела на фотографии на коробке. Но на самом деле это не фотография собаки, это скорее арт, и он достаточно сильно отличается от реальности. Такая же история и у остальных питомцев. А еще на этих фотках у щенка я заметила челку, от которой в итоге, видимо, отказались. Теперь делаем фотографии после всех питомцев. И обратите внимание, они очень устойчивые и с легкостью стоят на любой плоской поверхности. Какой питомец вам понравился больше всего? И, возможно, какой-нибудь вам понравился больше до преображения, чем после него? Я думала, что я выберу кошечку. Я всегда выбираю кошек, как любимчиков. Но в этот раз мне почему-то больше всего понравилась вот эта собачка. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, что вот это за порода. Ну а вообще, питомцы мне очень сильно понравились. Ставьте лайк, если вам было интересно посмотреть на их преображение. Мне кажется, это безумно милые и добрые игрушки. Очень жаль, что бренд закрыли, потому что он действительно хорош и, в первую очередь, для детей. Чаще улыбайтесь, любите котиков, и я желаю вам волшебного преображения сегодня. Пусть хотя бы преобразится в ваше настроение. Надеюсь, я вам его подняла. И всем пока-пока!